Здравствуйте, дорогие друзья! У нас еще есть пару стихов от молитвы «Отче наш», и поэтому сегодняшний текст очень ответственный. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Каждый человек входит в свою жатву, и поэтому как можно быстрее надо с посевами разбираться. И в посевы также входит понятие прощения. И поэтому посмотри, кого тебе надо простить, кого важно простить, независимо, близко этот человек, далеко, жив или умер. Но если в твоем сердце есть горечь, она тебя может погубить изнутри. Поэтому мы сейчас принимаем и это слово от Бога. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Господь, мы просим прямо сейчас, чтобы ты простил нас за всякое беззаконие в твоих глазах, за всякое нарушение границ нашей жизни и жизни других людей. Пусть, Боже, твое благословение в нашей жизни будет в том, чтобы мы могли прощать и нас могли простить. Пусть, Господь, каждый на своем уровне примет это решение. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Сколько этих должников вокруг, сколько, Господь, в нашей жизни было долго перед кем-либо. Не всегда это материальное исполнение, это очень часто другие совершенно вещи. Но пусть, Боже, сегодня будет осмысленное прощение, когда будет амнистия для каждого, кого держали внутри, в своем сердце, как обидчика. Я прошу Тебя, чтобы повсеместно по России Ты прошел сейчас волной прощения. Ты дал людям это покаяние, Ты дал людям эту силу принять решение и простить тех, кто обижал, простить тех, кто огорчал, простить тех, кто, может быть, несправедливо поступал. Но я благодарю Тебя, что в прощении сила, и эта сила, она высвободится для того, чтобы и Твое прощение пришло в полном объеме для этой земли, для этой страны и для этого народа. Я очень благодарна Тебе за эти шансы, которые Ты даешь, а мы их принимаем во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До завтра. Продолжаем молиться.